Питание и образ жизни – это два самых важных фактора на пути к здоровой деятельности нашего организма. Однако то время как большинству из нас трудно идти в ногу с планами относительно диеты, мы также склонны терять контроль, когда речь заходит о нашей любимой еде. Среди людей существует много мнений и неправильных представлений о здоровой и нездоровой пище. И поэтому даже неудивительно насколько можно легко запутаться в том, какой из продуктов является полезным, а какой нет. Сегодня я познакомлю вас с продуктами, которые считаются вредными для здоровья, но на самом деле не являющимися таковыми. Привет, вы на канале современный топ, и это подборка продуктов, которые намного полезнее, чем вы думаете. Номер 10. Пиво. Многие люди уверены, что пиво является вредным продуктом для нашего организма. Однако вы можете быть уверены, что это не так. Многочисленные исследования показали, что риск сердечных заболеваний на 25% ниже у людей, выпивающих от половины до двух стаканов пива в день, по сравнению с теми, кто вообще не употребляет этот напиток. Также пиво содержит лактофлавин и никотиновую кислоту, которые способствуют спокойному сну. Разумеется, решающим фактором благоприятного влияния пива на организм является правильный выбор его сорта, поскольку далеко не все виды пива полезны для здоровья. Номер 9. Сливочное масло. Большинство людей не очень хорошо разбираются в сливочном масле и по этой причине у них складываются неправильные представления об этом продукте питания. Когда вы в следующий раз решите купить сливочное масло, убедитесь в правильном выборе, а именно органическое масло, полученное из молока коров на травяном откорме. Такое масло богато высоким содержанием конъюгированной линолевой кислоты, которая улучшает работу сердца и способствует снижению веса. Также органическое масло содержит витамин К2, который имеет правильное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Номер 8. Яйца. За последние несколько лет яйца, как и большинство продуктов из данной подборки, заработали плохую репутацию в качестве продукта с высоким содержанием холестерина. Многие фитнес-тренеры рекомендуют людям избегать употребления жирной части яиц, а именно желтка, и поедать лишь белок, что является в корне неверным утверждением. На самом деле желток богат протеинами, антиоксидантом лютеином, витаминами А и Д, холином, который помогает расщеплять жир и низким содержанием насыщенных жиров. Номер 7. Паста. Те, кто любит пасту и в то же время слышал о ее вреде для организма, надеюсь, вздохнут с облегчением, а возможно и удивятся. Если употреблять пасту в умеренных количествах, она может быть даже частью здорового питания. И лучший выбор – цельнозерновая паста, так как она содержит меньше калорий и углеводов, и больше клетчатки и питательных веществ. Так что выбирайте пасту правильно и тогда вы не только сможете насладиться вашим любимым блюдом на ее основе, но и не принесете для своего организма никакого вреда. Номер 6. Картофель. Это еще один продукт, который считается весьма жирным и нездоровым питанием. Разумеется, картофель фри и чипсы в действительности не несут абсолютно никакой пользы для вашего организма, а скорее наоборот. Но это только из-за их специфического способа приготовления. Если способ приготовления выбран верно, то картофель не только не навредит организму, но и принесет весомую пользу, поскольку он богат калием, витамином С и клетчаткой, что делает его весьма полезным продуктом для вашего сердца. Помимо всего прочего в картофеле содержится витамин В6, кальций, магний и железо. И полностью отсутствует глютен, жиры, натрий и холестерин, что помогает поддерживать организм здоровым, улучшает иммунитет и повышает энергию всего тела. Номер 5. Шоколад Считается, что только темный и горький шоколад может приносить пользу для здоровья. Хотя это не так. Любой настоящий шоколад полезен. Однако, самым полезным является темный шоколад, который богат антиоксидантами, флавонолами, витаминами и питательными веществами. Проводимые исследования показали, что шоколад способен снизить уровень холестерина и предотвратить ухудшение памяти. Несмотря на огромную пользу, шоколад довольно калорийный, поэтому люди, желающие похудеть, должны потреблять его в умеренных количествах. Номер 4. Кофе Большинство людей употребляют кофе либо чтобы взбодриться, либо просто зависимы от него. А слышали ли вы когда-нибудь о том, что кофе может быть полезен для нашего организма? Он выступает в качестве профилактики от болезни Паркинсона, а также способен предотвратить развитие диабета второго типа и болезней печени, включая ее рак. Одна чашка кофе помогает поднять настроение, высвобождая гормон дофамин, отвечающий за хорошее настроение. Также кофеин и антиоксиданты способствуют улучшению производительности во время физической работы и тренировках. Номер 3. Авокадо Авокадо содержит в себе много полезных жиров, которые в свою очередь несут полезные свойства для многих функций нашего организма, включая здоровье кожи. Этот продукт является отличным источником витаминов С, Е, К, В6, а также рибофлавина, ниэцейна, фолиевой и пантотеновой кислоты, магния, калия, лютеина, бета-каротина и омега-3. Половина авокадо содержит почти 5 грамм клетчатки, а это 20% от необходимой ежедневной нормы. Номер 2. Банан Банан содержит в себе клетчатку, калий, витамины С и В6, а также ряд других полезных растительных соединений. Витамины, калий и прочие минералы, содержащиеся в банане, помогают поддерживать наш организм в тонусе. Поскольку содержание сахара в банане сбалансировано с клетчаткой, это помогает поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови. Однако, если вы ежедневно потребляете десятки бананов, может возникнуть риск поступления чрезмерно высокого уровня витаминов и минералов, а это опасно для здоровья. Номер 1. Кокосовое масло Согласно последним исследованиям, кокос несет огромную пользу для человеческого организма и признан одним из самых полезных продуктов питания. Он богат марганцем, который необходим для костей метаболизма углеводов, белков и холестерина. Также в кокосе содержится железо и медь, которые выступают помощником в формировании эритроцитов. Помимо этого, он богат селеном, важным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения и разрушения. Кокос – это естественный источник лауриновой кислоты, помогающий нашей коже справляться с вредными бактериями, вирусами и грибками. А на сегодня это все. Возможно, какой-то из продуктов я упустил из виду и он достоин быть в этой подборке полезных продуктов. Тогда обязательно поделитесь им в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему топ-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.